Всем здравствуйте! Это утренняя, дневная, вечерняя, ночная программа «Лучшая в Краснодаре». Меня зовут Евгений Бондарь. Сегодня все как всегда. Интересный гость, интересные сюжеты. Я предлагаю прямо сейчас начать. Поехали! Это наш будущий новый дом. Это на тот день, когда я начну расширять производство. Это, когда вырастут мои дети. Да и вообще, на всякий случай. Это на тот день, когда я начну расширять производство. Финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения до 19% годовых. 8 800 5000 977. Это по-прежнему программа «Лучшая в Краснодаре». В гостях у нас сегодня Алена Стихарева. Автор, исполнитель, композитор, певица, вокалистка. Ален, как дела? Замечательно. Тебя не было год. Что за год поменялось, изменилось? Что было написано? Ну, мы с тобой в прошлой передаче говорили о том, что я после такого глобального проекта, как мюзикл, хочу сделать очень камерный проект. И я его планировала сделать в конце года, как бы, ну, еще до нового года. Но он у меня вылился в нечто большее, в такой спектакль, моноспектакль. Такой маленький камерный проект. Музыкальный моноспектакль, да, и он вылился в моноспектакль, потому что накопилось очень много поэзии, прозы моей, музыки новой, новых песен. И вот я решила сделать этот спектакль, который называется «Без макияжа». В свой день рождения, как обычно. А это прям без макияжа? Да. А что скрывать? Ну, хорошо, хорошо. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть наш следующий сюжет, а потом будем подробно разговаривать. Поехали. Ваша квартира срочно нуждается в новой кухне? Теперь вы можете собрать отличную кухню своими руками. При этом вы получите высокое качество, но и сэкономите деньги. Для этого используйте кухонные модули. Это просто как детский конструктор. Вам предлагается широкий ассортимент модулей в пяти цветах. Останется только выбрать нужный. Затем решите, какая столешница подойдет именно вам. Это может быть влагостойкая столешница, облицованная пластиком или из акрилового камня. Следующий этап – выбор фасада. Здесь вариантов масса. Крашеная, шпанированная, либо из пластика. А можно и на итальянский из массива замахнуться. Тем более, что выбор цвета и моделей огромен. Выбрали? Ну что ж, вам останется только купить необходимую фурнитуру и комплектующие. И все это можно найти в одном магазине, так что вы не потратите лишних сил и времени. Продавцы-консультанты помогут вам разобраться в деталях во время покупки, и ваша кухня станет именно такой, о которой вы мечтали. Тем более, что магазин работает без выходных. Компания «Юмаком» предлагает новинку – кухонные модули. Собери свою идеальную кухню. Модули, фасады, столешницы и фурнитура – все здесь. Качественно, удобно, недорого. «Юмаком» – 8 961 503 3015. Дорогие друзья, в гостях у нас сегодня Алена Стихарева, автор, исполнитель. У Алены совсем скоро будет спектакль. Да, в мой день рождения. Спектакль в день рождения – это прекрасно. Что-нибудь из спектакля хотелось бы услышать? Да, одна из моих новых песен, причем в спектакле будут практически все новые песни. И песня называется «Белые хлопья». Белыми-белыми хлопьями в город придет зима. С платья сосульки копьями в адромат. Город опять подружится с белой кутерью. В вальсе легко закружится зимой. А ты, с той спелой, в ту метель суме однажды ко мне дойти. Я кистью мягкою в акварель. Все нарисую тебе пути. Я нарисую тебе рассвет. Уютной краской невзначай, Где мы, ухудавшись теплым летом, И самоваром пьем вкусный чай. Снова за белыми хлопьями Нам не видать низки. Счастью с седыми тропами Выведи, помоги. Вы, видай, будь таинственный. Хватит тебе дружить. Мне без тебя немыслимо жить. Слышишь? Это аплодисменты зрителей. Смотрим следующий сюжет. Внимание к собственной безопасности И безопасности близких Становится неотъемлемой частью нашей жизни. Так, автомобильная сигнализация И компьютерные антивирусы Не вызывают никаких вопросов. Но безопасность собственного жилья На наш взгляд, куда более важна. И сигнализация с тревожной кнопкой, Установленная в квартире, Может спасти не только ваше имущество, Но и жизни. Установив систему безопасности, Вы получаете возможность в любой момент Вызвать группу быстрого реагирования, Нажав всего лишь на одну кнопку. С учетом того, что в городе И Южном федеральном округе Более 200 стационарных пунктов охраны, Сотрудники, обеспеченные спецсредствами, Разрешенным оружием и специальной подготовкой, Прибудут на место в течение 3-5 минут. Преимущество в том, Что этой кнопкой без труда Может воспользоваться как пожилой человек, Так и маленький ребенок. Кроме этого, с помощью домашней системы охраны Вы защитите свое жилье даже тогда, Когда вас не будет дома. При любой подозрительной активности Сработают специальные датчики. И после поступления сигнала на пульт диспетчера, К вам выйдет ближайшая группа быстрого реагирования И решит проблему. Стоит понимать, что подобная система безопасности Высокоэффективна и одновременно доступна по цене. Более того, вам будут предложены Различные акции и тарифы, И вы сможете выбрать наиболее подходящую степень охраны. Холдинг безопасности Нева. Все виды охранных услуг. Защити свой образ жизни. Холдинг безопасности Нева. Телефон 8 800 700 18 18. Дорогие друзья, Это программа «Лучшая в Краснодаре». В гостях у нас сегодня Алена Стихарева. Ален, скажи, пожалуйста, у тебя вот готовится, Как же ты его называла? Без макияжа. Да, без спектакля, без макияжа. О чем? Я приглашаю своих зрителей в свою гримерную. То есть я готовлюсь к выходу на сцену. И я там такая, как я есть. Вот жизнь. Без всякого налета, помпезности, концертности. Я разговариваю, наверное, о вещах, Которые близки каждому человеку. То есть я разговариваю с каждым зрителем. Я не только пою, читаю свои стихи. Я еще и разговариваю. То есть это еще и моя проза. И я почему-то, не сомневая, Что зрителю будет интересно это увидеть, Я буду не одна на сцене. Это моно-спектакль, но я не одна буду. Я не буду говорить, с кем я буду. И что там будет. И не потому, что еще не знаешь пока. Нет, я знаю все, что там будет. Потому что Александр Михайлович Литовченко, Мой режиссер, он все придумал очень, На мой взгляд, необычно. И поэтому он называется Необычный спектакль без макияжа. И я очень жду в свой день рождения Своих любимых зрителей. И лучшим подарком для меня Будет увидеть их любимые лица в зале. Хорошо. Что там будет? Там будут стихи. Там будут стихи. Будет моя проза. Будет моя поэзия. Да. Ты пишешь стихи еще? Да. Я вот в 50 лет начала писать стихи заново. Прекрасно. В последний раз я это делала в пятом классе. И вдруг я решила снова начать писать стихи. А давай сделаем так. Мы сейчас посмотрим сюжет, А после этого послушаем стихи, Которые ты начала в 50 лет писать заново. Смотрим сюжет. В жизни каждой девушки случается такое событие. Представьте, вы стали невестой И порадовали этой новостью ваших друзей. Что они сделали? Настоящие друзья сразу же займутся Организацией вашей свадьбы. Они моментально предложат вам Подходящее свадебное платье. Вы точно останетесь довольны. Конечно же, с рестораном друзья тоже разберутся. Они в этом мастера. Выбрать для вас нужный из тысячи Для них не проблема. Ваша лучшая подруга Быстренько станет профессиональным флористом И сразу займется декорированием свадебного зала. Как раз в это время Один из друзей подберет Самых ярких артистов. А ведущего вообще искать не станут. Один из ваших друзей И так известный ведущий. Короче, все они сделают идеально. Вот вам повезло с друзьями, да? Все это может стать правдой Только в том случае, Если ваши друзья Профессиональные свадебные организаторы. Может, пора уже завести таких друзей? Друзья мои, мы продолжаем говорить О творчестве Как музыкальном, так и поэтическом. Алена Стихарева пришла к нам в гости И рассказывает о том, Что в 50 лет она начала заново писать стихи. Да. Я хочу прочитать одно стихотворение И перед тем, как я его прочту, Я хочу предложить Внести такое предложение Я думаю, что оно всем очень понравится. Почему-то мне так кажется. Я предлагаю поменять отношение к старости. Как к чему-то красивому. Ну, вот мы когда маленькие, да? Мы же хотим повзрослеть Для того, чтобы получить больше самостоятельности. Но ведь старость, это же вообще апофеоз самостоятельности. Правильно? Мы можем делать, что хотим. Не делать, что хотим. Мы можем решать, Принимать любые решения, Причем не только за себя, Но и за других уже, да? Мы можем вообще творить, что хотим, И нам вообще никто слова не скажет. Конечно. Вот я предлагаю, друзья, Здесь и сейчас, вот в сиюминутно, Начать новое отношение к старости. Я начну с себя. Ура, мне пятьдесят, ура, я стала взрослой, И, наконец-то, спал румянец щек моих. Исчез наивный взгляд, И глупых нет вопросов, Страдающих стихов, И бесполезных книг. Вокруг уставших глаз, Украшенных очками, Прекрасные лучи Волнительных морщин. Нет романтичных фраз, Нет грез под облаками, Нет этих взглядов Вслед назойливых мужчин. Пробились, наконец, На свет седые пряди, Что ярко так блестят На солнечных лучах. В меня вошел мудрец, Он проступил во взгляде, В советах для других, В уменье поучать. Фигура стала, как На Рембрандта картинах. Проснулась мягкость форм, Расширившись в боках. Весь образ мой размяг. В широких балдахинах Могу теперь ходить, И не на каблуках. Я знаю лучше всех, Что нужно и как нужно. Мне глупые юнцы Теперь не возразят. Нет никаких помех, И мне теперь не скучно. Я счастлива, друзья. Ура! Мне 50. Ну что ж, друзья, Меняем с этой секунды Отношение к возрасту. Смотрим следующий сюжет, Потом продолжим. О том, какая реклама эффективнее, Можно спорить очень долго. Ясно одно, Чем заметнее реклама, Тем лучше. Сегодня поговорим О городских светодиодных экранах. Для начала нужно выяснить, Что же все-таки эффективнее, Разместить видеорекламу На светодиодном экране, Или же статическую на билборде. Конечно, многое зависит От самой рекламной кампании, Но когда речь идет об экране В самом центре города, Думаю, здесь ответ очевиден. На такой экран обращают внимание Как пешеходы, Так и водители. Что касается самой рекламы На светодиодных экранах, То они привлекают в 5-6 раз больше внимания, Чем статичные носители, И значительно дольше его удерживают. Наверняка и вы согласитесь, Что видео так или иначе Гораздо привлекательнее статики. Иначе изображение на обложке фильма Было бы смотреть интереснее, Чем сам фильм. К тому же реклама на светодиодных экранах Зачастую дешевле, Что тоже немаловажно. Конечно, лучший способ Проверить эффективность рекламы На экране, Это разместить вашу рекламу на экране. Я попробовал, Мне все нравится. Хотите сделать вашу рекламу Максимально эффективной? Разместите ее на светодиодном экране В самом центре города. И вы не останетесь незамеченным. Телефон рекламной службы 2-516-616. Дорогие друзья, Это программа «Лучшая в Краснодаре». В гостях Алена Стихарева, Автор и исполнитель. Разговариваем с ней О музыкальном творчестве. Алена, скажи, пожалуйста, В каких жанрах Ты работаешь, Тебе привычнее работать? Я стараюсь Попробовать себя Во всех жанрах. С вашего позволения. Хотя, да, я. Да, хорошо. Алена, наконец-то Ты спросила разрешение. В спектакле даже у меня Прозвучит первое Мое произведение Такое более-менее Джазик, если можно так сказать. Я первый раз Попробовала себя В этом жанре. Ну, наверное, Самый близкий Это городской роман С шансон. Что-нибудь. Принято называть. Но песня, которую Он написал для группы Адажио И если бы была Возможность Исполнять стиль Вертинского Было бы, наверное, Это актуально, Я так думаю. Давай. С тобой мы так внезапно Повстречались Спешила ты по мокрым А с тобой Мы взглядом мимолетным Ненароком обменялись И я попрел, как пленный за тобой И я depthsно И я сокращаю Покрасный Я красный С любовью страстной Лечу туда, Где ждёшь меня ты Где в милом домике На подоконнике Стоят подарены Мною цветы И я покрасный С любовью страстной Лечу туда, Где ждёшь меня ты Где в милом домике На подоконнике Стоят подаренные мною цветы Вот с аплодисментами уходим на просмотр сюжета Друзья, полезные советы на то и полезные, чтобы приносить вам пользу Вот с такой вот тавтологией я начинаю нашу рубрику В которой мы проверяем советы из интернета на прочность и, собственно, полезность И следующий совет будет о том, как разделить яблоко на две части без помощи всего Как гласит ролик, нам понадобится всего лишь палец и вторая рука, чтобы разделить яблоко пополам С вашим, ну, к примеру, другом Потому что не станете же вы приглашать гостей яблоки таким образом нарезать Кладем палец, как говорится в ролике И начинаем по нему бить Друзья, аккуратно Это же если вы будете пробовать сами Ну, помните, что это ваш палец, ваша рука Лучше поэтому посмотрите, как это делаю я Посмотрите и никогда так не делайте Это больненько Вуаля! Две части яблока Практически ровно разрезанные собственным пальцем Совет работает Стучать сильно не приходилось Даже было практически не больно Это мне А это вам Дорогие друзья, наша программа Программа «Лучше в Краснодаре» подходит к своему логическому завершению У нас в гостях сегодня была Алена Стихарева, автор-исполнитель Мы много узнали о ее творчестве В том числе она подсказала тем, кто начинает писать песни, пробует Главный совет был, какой? Пробуйте и ошибайтесь Ален, можешь пожелать чего-нибудь краснодарцам на прощание? Ну, знаешь, Женечка, я хочу пожелать открыть свои телефоны, записную книжку И не написать сообщение, а позвонить своим друзьям И предложить просто встретиться, пообщаться, за столом посидеть, за чашечкой чая, кофе, еще чего-нибудь Потому что наш мир, он как-то больше сейчас в сторону гаджетов, да, склонился А хочется такого простого человеческого общения Друзья, общайтесь, разговаривайте, дружите и любите друг друга Всем удачи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok